видимо полторы недели безработицы и два часа ночи в компании с лучшей подругой наводит на замечательные жизненные мысли дорогие девушки давайте задумаемся о том как мы ведем себя с нашими мужчинами любимыми вот вы представьте только он приходит домой ты уходишься такая красивая у тебя вот здесь вот какой-нибудь кандибоббер на голове ты в растянутых штанах и в какой-то непонятной майке он уставший садится на диван и начинается ты меня любишь а как сильно ты меня любишь а вот так вот и вот так вот ты меня любишь но обними меня ну чё ты такой злой ну поцелуй меня а давай с тобой поговорим ага на работе наговорился а со мной не можешь говорить то а ты сегодня по мне скучал а если скучал почему-то мне не позвонил а я видела тебя вконтакте ты что не мог мне написать когда заходил а ты что не выходил на работе покурить и не мог набрать мне на минутку узнать как у меня дела вдруг меня поездом переехала когда я за сигаретами выходила или какой-нибудь мотоциклист меня сбила я лежу там кровью истекая что значит в этом случае ты не сможешь мне помочь ну хотя бы узнать что у меня все плохо ты должен был ты ты что меня вообще не любишь а кто такая аня которая оставила тебе песенку вконтакте у вас не что-то было а как давно ты ее знаешь а почему мы с тобой никуда не ходим ну хоть куда-нибудь ну пригласи меня на свидание что это за выпрашивание пригласи меня на свидание что это такое вообще дорогой дай мне пожалуйста 10 тысяч на новые туфли а сама такая в голове сидишь думаешь так прогадала или преувеличила а он такой сидит уже накручивает не прогадала а прихуела по моему 10 тысяч на туфли в центра пошла и по 800 рублей 10 пар купила на 10 тысяч дорогой пойдем со мной на шопинг сходи с подружкой я не хочу с подружкой я хочу с тобой зачем тебе идти с ним и три часа смотреть на его кислое лицо серьезно вы просто представьте ситуацию наоборот это же просто катастрофа если мужчины будут вести себя так же как ведут себя женщины давай давай любимую часть дорогой а поедем к кузнецовом на новоселье ну нафиг пошли лучше саньком пиво в гараже попьем и ты такая берешь и идешь туда потому что ты же его типа любишь или они будут выпрашивать у нас подарки дорогая ты меня любишь да милый а подари мне пожалуйста на 23 февраля сальник заднего привода или патрубок воздушного фильтра а если это не найдешь не знаю там возьми у меня болт от гбц ужас вообще и ты такая сидишь и думаешь господи что это где это взять вообще жуть и начинаешь звонить его друзьям и говорит слушай такой гбц где взять этот вообще эту жуйкую вещь что это за болт такой гбц или вообще картина маслом дорогой ты представляешь а вот светка сегодня работа пришла в розовые кофточки в оранжевых кедах как такое можно было сочтить вообще непонятно как она вообще в зеркало смотрелась на себя или нет и мужики бедные это все сидят и слушают и мне интересно они мучаются посмотрите какая мразь да ему насрать в какой кофточке пришла твоя светка ему по большому счету было насрать в чем ты туда ушла а он сидит и просветку про твою слушает представь ты сидишь дома уставшая с работы он приходит и говорит дорогая ты представляешь и сегодня сосед по гаражу нацепил на свой форт брызговики от спарка ну это ж надо было додуматься просто на форт от спарка у него что девятка что тюнинг тоже мне он бы еще трехсоставной спойлер бы на него повесил бы ужас вообще просто ужас а вот это вот жуткое сравнение там дорогой а вот там тамарке муж подарил там не знаю там телефон крутой я бы тоже такой хотел может ты мне подаришь обзор мужик такой приходит и говорит дорогая а у катька лёхи эскалейт на 23 февраля подогнала вот бы мне такой может ты мне подаришь и такой сидит глазами хлопоты ты же ему отказать ты не можешь ты же его любишь в общем женщины задумайтесь о своем поведении берегите мужчин их и так у нас очень мало по статистике на две женщины приходится один мужик поэтому если вы себя будете вести так то другая обязательно будет умнее и вы в итоге останетесь одна люблю целую ваша кристина познякова козу козу